Итак, приветствую вас, друзья, меня зовут Саша, вы на канале Князь ТВ, сегодня у нас битва замков, и вы под прошлым видео о Тунце собрали 3000 лайков, за что вам просто огромнейшее спасибо, и я выпускаю уже следующее видео, также не забудьте поддержать все это дело своим жирным царским лайком, у нас сегодня рубрика Тунец, это бездонатный аккаунт, который я начал фигачить с нуля, так что присоединяйтесь к движухе, еще есть плейлистик, ребятушки, где вы можете посмотреть вообще прям все выпуски, а сегодня у нас будет насыщенное длинное видео, мы наконец-таки сделаем первую, вторую эволюцию на Тунце, ну, блин, вы, наверное, поняли, наконец-то я доберусь сегодня до Стрелка, мы сделаем эволюцию вторую, и, конечно же, еще аугментацию, ну, посмотрим, что из этого получится, также вам расскажу о будущих планах на этом аккаунте, полетели, дамы и господа, начнем с того, что мы откроем бесплатку, и нам оттуда выпадет оборотень, мы по этому поводу расстроимся, дальше мы здесь 25 самоцветиков заработаем, нам самоцветики-то очень нужны, заходим сюда, нет, заходим сюда, покупаем карточку, она нам тоже пригодится, потом мы идем сюда, хопа, и меняем талантик, 300 самоцветов сейчас заработаем, и че, хоп-хоп-хоп, жмяк, сука, и падает фигня, но зато мы заработали 300 самоцветов, которые нам понадобятся, по сути, для, для чего они нам понадобятся, для аугментации, для аугментации, да, там, вот, паролит созвездия и всю, вся вот эта вот херобора, так, сюда мы 70 кг-шек, короче, жертвуем, пускай диктатуси ни в чем себе не отказывает, фух, ну что же, что же, полетели, что у нас по складу, по складу здесь у нас, хоп, ништячечечки, здесь у нас ништячечечки, здесь у нас ништячечечки, здесь у нас ништячечечки, и здесь 80 самоцветов, тоже, тоже все в топочку нам, все, все пригодится, ребятушки, без этого никуда, так, у нас, кстати, есть уже камни клятвы, это очень хорошо, у нас есть камни аугментации, прям замечательно, что у нас по обмен славы, так, 17 тысяч, слушай, камни, наверное, для, Эволюции я не покупал, потому давайте сейчас сразу возьмем, купим эти камни, купить, 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 купить обмен славы, угу, угу, раз, два, три, четыре, пять, есть, есть, все, далее, по поводу планов, что будет происходить на Тунсе, вы постоянно меня спрашиваете, и почему именно, именно, стрелок качается на вторую эволюцию, а не вражей, не рины и так далее. Вражи Ирина очень крутые герои, они тоже заслуживают того, чтобы быть прокачанными на вторую эволюцию, но дело в том, что, блин, стрелок это стрелок, и если на каком-то аккаунте, плевать на каком, выпадает стрелок, то его сразу нужно качать на максимум на вторую эволюцию, причем не обязательно даже умение ему качать, потому что самое главное, это не его умение, а его уровень и эволюция. Благодаря его уровню и эволюции, его вертолеты, которые будут выпускаться, они будут сильнее, вот, и потому здесь реально главное, чтобы вы сделали вторую эволюцию, как можно максимально прокачали ему уровень, левел, вот. А умение уже потом, со временем, когда у вас будут ресурсы, вы возьмете и доделаете. Дальше, что я хочу сделать? У меня есть еще такой герой, как Фрея. Фрея тоже определенно заслуживает того, чтобы сразу быть прокачанной на максимум, ребятушки. Но, я, наверное, сразу после стрелка ее на максимум качать не буду. Я замочу фишку так, я сделаю первую эволюцию Купидона, потому что он у меня, как оказалось, до сих пор без эволюции. Я сделаю первую эволюцию Оресу. Для чего все это будет делаться? Для того, чтобы уже начинать с битвы гильдии проходить, ну, так называемыми дальниками. И потом я начну уже на максимум качать Фрею. И когда я сделаю Купидону и Оресу первую эволюцию, потом я сделаю Фрею первую эволюцию и в дальнейшем вторую, я уже смогу ходить на битвы гильдии не только питомцами, а вот реально героями. И Фрея будет, короче, тащить. Но будет глупо сначала прокачать Фрею на вторую эволюцию, но оставить Купидона и Ореса без эволюции. Конечно, Фрея будет и без них, наверное, тащить в одно рыло, если она будет прокачана на максимум. Но просто я понимаю, что если я возьмусь за прокачку Фреи сразу же, то Орес и Купидон там вообще только через полгода получат, короче, хотя бы первую эволюцию. Потому вот такие вот дела. Это такой, знаете, стратегический шаг. Тем более тут что-то ерунда сделать, все будет хорошо. Ну что, полетели, блин, вторая эволюция. Далее, очень большая, так, со значками подсчета копились долго, упорно, специально для Тунца. Ну, специально для Стрелка. И было потрачено уже 400 тысяч, чтобы перевести Стрелка на за 180 уровень. Чтобы и вторую эволюцию можно делать со 185 уровня. Вы меня спросите, почему я сразу не сделал. Все потому, что я хочу вырубить немножко книжек. Проблема заключается в том, что мне не хватает эфира, вот здесь вот, для аугментации. То есть у меня до сих пор, если я не ошибаюсь, не прокачан, не аугментирован Влад Дракула. Потому что, да, ему просто, ему просто не хватило эфира. Вот у него 18 уровень и все, и нет у меня книжек, нет у меня ничего. Книжки все идут на значки подсчета. Потому что, потому я немножко сильнее прокачал Стрелка, чтобы хватило эфира непосредственно на него. Может, если что-то останется, мы еще и Владу аугментацию сделаем. Ладно, полетели, дамы и господа. Лепим лайки, блин, давайте. 2-3 тысячи лайков наберем, вообще будет огонь. Я постараюсь побыстрее снять видос, где мы все это будем дело тестить. Там, не знаю, в подземках или на волнах. Фух, Стрелок. Ааа, блин. Какой грандиозный момент на Тунца. Да, я даже не думал, что когда-нибудь до этого доберусь. Как вы видите, тоже КГшечки у нас накопились. Жмем ОК. Эволюционировать. Ну давай, 101 книжка. Это вообще замечательно. Вот это прям вообще огонь. Хопа! Да, у нас теперь успех. Успех, вторая эволюция на Стрелочечке нашем. Далее, у нас Силушка упала, но это... В этом нету ничего страшного. Забираем книги. Так, и заходим сюда в эфир. Эфир. Так, использовать. От каких книг можно избавиться? От этих я пока избавляться не буду. Слушай, тут 50 книг продаешь, и у тебя максимальный эфир. Я думаю, что нам даже хватит. Нам даже хватит прокачать и Владу, короче, аугментацию. Главное, чтобы хватило, короче, ресурсов. Ну, то есть непосредственно кулачков. Так, артефакт. Так, 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 снаряжение. Снаряжение улучшить. Давайте, погнали. Опа, все, прокачали. Так, да? 20 уровень. Ну, мы красавчики. Тут что у нас? Обмен. Раз, два. Ну, да. Слушай, стой, 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 стой. Что я делаю? Блин, вот так вот. Все. У нас уже были эти камушки. Жму ОК. Аугментировать. Ну-ка, пожалуйста, приди. Шесть пятых уклонений. Рандомчик. Будь на моей стороне. Пожалуйста. Так. Да. Хопа, 182 силы. Это мало, короче. Созвездия. По созвездиям нам не повезло. А хранитель леса это очень даже хорошо. Так, у нас есть 1120 самов. Ну, созвездия мы еще по ролям. Посмотрим, что у нас там с Владом Дракулой. Посмотрим, что у нас там с Владушкой. Так, в принципе, у нас шесть героев с эволюциями. Вражей, понятно, у нас аугментирован. Ирина у нас аугментирован. Дед Мороз у нас аугментирован. Тыква у нас аугментирована. Стрелок аугментирован. Вот только Влад с эволюцией, но без аугментации. Давайте мы его прокачаем. Аугментировать. Слушай, к сожалению, у меня нету, короче, повторок Влада. Блин, было бы логичнее его аугментировать попозже, да. Там подождать, когда придут повторки. Но ладно уж, чего. Чего уж тут. Давайте. Сегодня мы отрываемся. Вы 3000 лайков набрали. Ух, как ресурсы-то улетают на данном аккаунте. Далее, идем сюда. Купить предметы нет, не сюда. Все. Куда, куда, куда. Вот сюда. Снаряжение. Влад. Улучшить. Аугментировать. Так, наконец-то, дружище. И теперь у тебя аугментация будет. Хопа! Плюс 170. Созвездия. Созвездиями здесь тоже нихера не повезло. Увеличивает скорость атаки. Ну и, конечно, с чарами тоже не самая лучшая ситуация. Ладно, давайте попробуем что-нибудь наролить стрелку. Жмяк 150. Так, критический удар. Точность, крит, сопротивление, атака, жизнь. Херня. Давайте один раз у Влада ударим, да? В любом случае, я думаю, получше будет. Но у Влада вообще ничего получше не стало. Так, созвездия. Крит, удар, крит, удар. Ну, блин, на стрелку крит, удар вообще нахер не нужен. Давай! Вот, это мы оставим. Атака, точность. Короче, точность, точность. Ну, короче, пускай все это так и остается, я думаю. Пускай это все так и остается. Ну, можно, блин, точность нахера ему атака тоже. Крит, удар, крит, сопротивление. Ладно, давайте четверки все оставляем. Уклонение. Так, вот так вот мы оставляем. 450, слушай, совсем дорого. Совсем дорого ролить, а? В рот мне ноги. Блин, что делать, что делать, ребят? 450. Не-не-не-не-не-не-не. 450. Короче, ладно, пускай так остается до лучших времен. Слушай, конечно, стрелок, да, без уклона, блин. Да, это не основной аккаунт с донатом. Ну-ка, давай здесь еще раз 150 ударим. Может, что получше будет? Ну, тоже такое себе, если честно. Ладно, не будем сильно запариваться. Теперь нам надо стрелку улучшить, увеличить уровень. Он у нас первого уровня, но зато со второй эволюцией. Евро! Так. Сейчас у нас и силушка поднимется. Не так сильно, как хотелось бы, но поднимется. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Так, получить опыт. Давай. Избавляемся от зеленых книг. Усовершенствовать. Так, избавляемся от фиолетовых книг. Так. Угу. Не то. Так, получить 140 уровень. Ну, 160-й надо по-любому. 33 книги. Дорого. Ну, что делать, ребята? Усовершенствовать. Вот, 160-й уровень. Пока что, пока что оставим так. Давайте пока что оставим так. Книжки я дальше тратить не буду. Пускай все-таки запасик какой-то останется, да, по ресурсам. Получить. Так. И дальше. Что мы тут сейчас замутим? Ну, давайте сразу же и протестим. Ребятки, стрелка. Так. Не знаю, что у меня. Так. Здесь у нас тыква стоит. Стрелок стоит. Купидон. Купидон. Слушай, ну, давай таким составом. Вот, чисто ради... Чисто ради теста, ребят. Не более. Я понимаю, что на волне АА нас ушатает. Но все-таки стрелок со второй эволюцией должно что-то стать у нас получше. Давайте запускаем АА волну. Ну. Так. Запускаем АА волну. Потому что я даже сейчас, не знаю, героев не собирал. Ну, стрелок жрет по-любому лучше. Стрелок жрет по-любому лучше. И у нас даже, смотрите, мы не потеряли никакие здания в центре. Так. Все. Сожрали всех. Замечательно. Идем дальше. АА-2. Ой, сразу пачка у нас вышла здесь. Нам лучше пачки, знаете, чтобы они выходили вдали на другом... На другом конце карты, да. Чтобы стрелок успевал сожрать. А сейчас у нас... Да, видите, блин, на АА волне пока что у нас нет никакой панацеи. Ну, давай еще раз. Видишь, все равно все грустно. К сожалению. Или надо, чтобы просто пять волн реально выходили где-то вдалеке. Вот. И чтобы успевали их ушатать. И тут все равно даже первая волна, она вдалеке вышла. Но все равно нас всех почти вздрючило. У нас остался ворожей да стрелок. Да, слабовастенькие у нас пока что герои. Слабовастенькие. Ладно. Ну, по поводу волн мы можем забыть на долгое время. Не знаю. Может быть, потом как-нибудь вспомним. Потому что нужно тут все-таки героев прокачать. Первой эволюции не хватает. На что я надеюсь. Если, ребятки, когда я проходил АА волну, у меня там уже герои все были со второй эволюцией. Ну что? Давайте, наверное, этот выпуск оставим вот таким вот коротким. Чтобы вас сильно не утомлять. Вы лучше поставьте лайк. И я посмотрю, что у нас там по подземкам. Мы же давно не ходили. Что-то на аккаунте у нас поменялось. У нас появился стрелок. Я не знаю, как он поможет, не поможет в кошмарке. В кошмарном подземелье. Пишите ваше мнение. Потому что с кошмарками мы тут пока зависли. То есть надо вот вторую проходить кошмарку. И надо вот в первую пройти. Так, один. Вот это вот надо. А, у нас не хватает войск для атаки. Ну, короче, вы знаете, какие кошмарки мне нужно пройти. Пишите в комментариях, как вы думаете. Поможет мне стрелок на кошмарках или не поможет. Я предполагаю, что все-таки, скорее всего, не поможет. Если им только танчить, возможно. Если им только танчить, возможно. Может быть, тогда поможет. А сейчас я буду прокачивать на 180 уровень Купидона и Ареса. Делаем им первые эволюции. И потом фигачим уже в полный упор Фрею на вторую эволюцию. И тогда Тунец будет красавчиком. Тогда мы будем всех нагибать на битве гильдии. И вообще будет все замечательно. Кстати говоря, не забываем вступать в гильдию Диктату. То есть всего 240 тысяч сил. И вам же пожелаю огромнейшей удачи. Скажу просто здоровейнейшее спасибо вам за ваш просмотр. Блин, я дико рад. Ёлки-палки. Пишите ваши эмоции, когда вы прокачали, сделали первую, вторую эволюцию на своем аккаунте. И что вы в этот момент чувствовали. И, блин. Если вы еще никакому герою на своем аккаунте не сделали вторую эволюцию. То я вам желаю это сделать. Всем пока, друзья.